Друзья, ну вот мы сейчас только сели в машину Мы, как я уже говорил, на заявке по коррекции агрессивного поведения сарфашистского терьера Ну, что я могу сказать Хозяева не дали свое согласие на то, чтобы мы снимали на видеокамеру Но должен сказать, что лишний раз я вот сейчас подтвердил правильность своего желания По поводу того, что я решил выпустить вот этот видеокос Проблема заключалась в агрессии собаки Но агрессия, она как таковая, она различается на несколько видов То есть есть агрессия доминирования Есть самый страшный вид агрессии, это агрессия трусости Ну, вот здесь я столкнулся с таким типичным случаем агрессии доминирования То есть, как вот я и предполагал, примерно, значит, была такая ситуация Что ниша вожака в стае не была занята хозяином дома То есть, мужчиной или женщиной, это не важно, собственно говоря И эту нишу занял пес Кобель, 4 года ему 4 года он уже терроризирует эту семью То есть, ну, там буквально прохода не дает То есть, там агрессия выражалась даже не в еде Она буквально во всем То есть, собака легла, заняла место И возле ботинок, например И ребенок думает, как бедникому ему подойти к этим ботинкам И как обуть эти ботинки Потому что собака реально лежит и не пускает Собака заняла место на диване Все, значит, как бы место на диване Уже это собачье, это уже беспрекословно Это все должны знать об этом Если кто-то сомневается, то собака дает предупреждение, значит, своим рычанием Ну, у меня-то получилось справиться с этой проблемой Я буквально через полчаса уже, как бы, являлся вожаком в этой стае То есть, полчаса мне нужно было понаходиться, понаблюдать за поведением животного Принять определенные меры какие-то Ну, я не буду сейчас эти тонкости все рассказывать Потому что, как бы, можете посмотреть цикл передач Цезаря Милана Переводчик собачьего Там достаточно подробно он все это описывает, рассказывает Но я вот на что хотел обратить внимание Друзья мои, вы когда задумаетесь Вот то, что когда мы ехали сюда, значит, как бы на эту заявку Я пытался вам объяснить то, что приобретая какую-то определенную породу собаки Вы изучите материалы какие-то, прочитайте, подумайте о том, сможете вы Или тяжело все-таки вам будет содержать именно То есть, люди взяли себе бойцовскую породу собаки Надеясь на то, что, как бы, это будет, ну, в прямом смысле это будет оружие для них Не берите никогда собаку в качестве защитного средства Пойдите купите газовый баллончик себе Приобретите, не приобретите, а получите лицензию на травматические какие-то пистолеты Возьмите электрошокер Пойдите заниматься спортивными такими там, каратэ, я не знаю, тэквондо Боевыми искусствами всевозможными Но собака, она, вы же не ходите с ней круглосуточно Она не может вас охранять и поддерживать эту агрессию То есть, в ней воспитывает Это не, 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 тем более, если вы не можете справиться с этим Ну, это нецелесообразно, это нерационально Это не имеет никакого смысла Поэтому собака должна быть другом Задумайтесь о том, какую породу вы берете Сможете вы справиться с этой породой В чисто материальном плане сможете вы содержать эту породу собак, скажем так Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать по этому поводу Я обязательно, обязательно Может быть завтра, может быть послезавтра Будет минуточка, когда у меня Я специально покажу, как нужно кормить животных То есть, как нужно кормить собаку Это не значит, что вы наложили, поставили миску, все, ушли в сторону Собака, прежде чем она получит эту еду Вот, задумайтесь Для нее обладатель еды Это своего рода бог, понимаете? То есть, вы, владея едой Можете заставить ее делать все, что угодно Во-первых, она должна заслужить эту еду, правильно? То есть, вот Без прямого взгляда в глаза Нельзя давать еду Если происходит какая-то агрессия Не надо собаку лупить, бить Тем более, бойцовская порода, например Она создана для того, чтобы драться Для нее драка, это вполне естественное явление То есть, вы просто возьмите еду, поднимите выше И, собственно говоря, миску с едой Вот и вся проблема, она решится То есть, тут не надо какую-то дубинку брать Лупить собаку Вот люди немножко не понимали Пытались На агрессию отреагировать агрессией Ну, понятное дело, что собака После таких инсинуаций она будет защищать свою еду Ну, вот они получили, что хотели Я сейчас рассказал, показал Мужчине, то есть, он у них как бы глава семьи Как нужно делать, как нужно поступать Не знаю, адекватно он воспримет это все Или неадекватно это все воспримет Но я вам еще раз говорю Здесь приходится в таких случаях больше работать не с животными А больше приходится работать с хозяевами Соблюдать нужно совершенно простые правила Но, то есть, вот работа дрессировщика, скажем так Или вожака в стае Вот вожак в стае, он же не занимается тем, что он вожак 2 часа в сутки Да, правильно? То есть, не занимается ни 30 минут, и даже не 5 часов Он 24 часа в сутки является вожаком Здесь, ну, то же самое Если вы приобрели уже, а тем более, если серьезную собаку какую-то приобрели Ну, я вас прошу, будьте вы вожаком 24 часа в сутки То есть, вот он мне говорит, я выхожу на улицу, пытаюсь с ним заниматься, значит То есть, вот эти 15 минут, которые он с ним гуляет Он хочет стать вожаком на 15 минут Нет, это совершенно неправильный подход Вожаком вы должны быть 24 часа в сутки То есть, а что такое вожак? Вожак это лидер, это в каждом вашем шаге, в каждом вашем действии это должно проявляться То есть, как бы, вот, собака хочет с вами поиграть Она приносит вам игрушку какую-то Вожак, это должно быть ваше решение Если вы хотите поиграть, никогда не ведитесь на то, что собака вот вам сейчас пришла, принесла И вы в эту же минуту должны вот все бросить и начать заниматься Нет, ну, даже если вы хотите, вы начните какую-то новую игру Не предложенную собаку, вот она вам палку принесла, да, например, поиграть Вы не играйте, ни в коем случае не ведитесь Вы возьмите и немножко подрессируйте И собакам нравится это, когда тем более подкормочка у вас в руках То есть, сидеть, лежать там, я не знаю Убой с удовольствием занимается Да и многие, собственно говоря, собаки Вот в такую игру они дрессировку же воспринимают в основном как игру Вот, поиграйте в футбол, в мячик можете поиграть Но не в то, что, например, предлагает вам собака То есть, это должно быть, я объясняю Вот, думаю, что доступно объясняю Что решение поиграть в игру должно принадлежать не собаке А должно принадлежать вам Потому что вы вожак Ну, вот, следующая ситуация, например Вы взяли апортируемый предмет какой-то Выходите на улицу, уже начинаете играть И вот собака вскулит, она просит Брось давай палку, брось палку Ну, без прямого взгляда в глаза То есть, это должна быть просьба с ее стороны Взгляд в глаза, вот, прямой взгляд в глаза Вот, вот, пока это тяжело будет сначала То есть, это потребует какого-то времени Но я говорил, по-моему, о том, что Искусство взаимопонимания И, ну, и как все отношения, собственно говоря Как и с женщиной, как с детьми Они выстраиваются на терпении Правильно? Вы же достаточно долго объясняете Своему ребенку, например, что это делать нельзя Что это делать нельзя Вот так же и здесь, что первое время Вам придется проявлять достаточно много терпения То есть, вот собака села Она может 20 минут не смотреть вам в глаза Вот, вы представите себе, 20 минут, да? Но дождитесь, она обязательно посмотрит То есть, если она будет сначала смотреть на предмет Который у вас в руках находится Потом скулить, потом опять смотреть на предмет Ждите, пока она будет смотреть вам в глаза То есть, правила, они очень простые, чтобы быть вожаком То есть, вот смотрите Не поощряйте никогда возбужденное состояние собаки То есть, вы приходите домой, да? Собака радуется вам Это у нее сейчас, на данный момент, когда она радуется Гавкает, виляет хвостом Это и есть возбужденное состояние Вот ни в коем случае не поощряйте Гладить собаку, то есть, поощряйте ее Когда вы гладите, вы ее поощряете Пытайтесь это делать тогда, когда она в спокойном состоянии То есть, пришли домой собачка Радуется, но вы не обращайте внимания Раздевайтесь, проходите, занимайтесь своими делами Вот собачка успокоилась, вот в этот момент подходите и поощряйте ее То есть, не надо вот из-за ажиотажа этого делать Вы своими поглаживаниями, вы поощряете А потом думаете, откуда вот берется вот это Вы взяли ошейник, намордник, да? А собака начинает уже истерить Вот как раз это возбужденное состояние А потому что вы, когда пришли домой, вы поощрили это состояние То есть, не одевайте никогда намордник, когда она возбуждена Не одевайте ошейник до тех пор, пока она не успокоится Не садите ее в машину, пока она не успокоится То есть, не выпускайте ее из машины, пока она не успокоится То есть, это ваше решение Собака должна быть послушна Вы вожак Не играйте в игру, я уже говорил об этом, да? Ну, вот, собственно говоря, и все Что я на сегодня хотел вам сказать Мы обязательно, я вот сейчас лишний раз убедился в том, что Может быть, кому-то это поможет И, может быть, еще одно или два или три или четверто-четыре животных Не будут переходить от хозяина к хозяину Потому что это все-таки стрессовое состояние для животного То есть, люди берут какую-то собаку Потом понимают, что не могут с ней справиться Или не устраивает она их Потому что они приняли поспешное решение И не прочитали, не узнали об этой породе ничего, собственно говоря И взяли ее И начинают уже искать другого владельца Передают другому Те передают третьему Ну, вот, я думаю, что если мои уроки какие-то помогут кому-то Значит, я все, собственно говоря, делал не зря На этом я прощаюсь с вами С вами был я, Олег И канал Я и мой хвост Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!